Мне бы хотелось коснуться пяти основных аспектов, хотя их гораздо больше. Только пять принципов, которые помогут нам заручиться поддержкой Всевышнего Аллаха Святого Навелик. Первый принцип. Мы находим его в Коране. Всевышний Аллах Святого Навелик говорит, «И мы уже отправляли до Тебя посланников к их народам, и они приносили им знамения, мы покарали грешников и взяли на себя помощь верующим». Таким образом, первое, что необходимо для получения помощи от Аллаха, быть из числа верующих. А что значит быть верующим? В хадисе Джибриле, алейиссалям, передается, как Джибрил сказал посланнику Аллаха, алейиссаляту ассалям, «А теперь поведай мне о вере». Посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, сказал, «Суть веры заключается в том, чтобы уверовать в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писание, в Его посланников и в последний день, а также в том, чтобы уверовать в предопределенность как хорошего, так и дурного». Это и есть столпы веры. Верить таким образом, чтобы эта вера влияла на твои поступки, вот что является главным. Если я поставлю перед вами сосуд с ядом, и вы знаете, что внутри, я прикажу вам выпить, вы откажетесь. Это пример осознанного поведения. Вы не притронетесь к сосуду с ядом, поскольку знаете, что вас ждет, а вы в этом убеждены. Как-то посланник Аллаха прилег вздремнуть в одном из походов. И пророк оставил свой меч на ветке дерева. В этот момент один многобожник подкрался к нему, сняв меч с дерева и приставив его к благословенной шее посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям, со словами «Кто спасет тебя от меня сейчас?». Обычный человек подумал бы, нужно было бы в такой момент применить какой-нибудь из рукопашных трюков или что-то в этом роде. Но пророк, алейиссаляту вассалям, в ответ на вопрос «Кто спасет тебя от меня сейчас?», ответил со стопроцентной уверенностью и убежденностью «Аллах». В это мгновение многобожник оцепенел. Его руки задрожали, и меч упал на землю. Тогда посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, взял меч и поднес его к шее многобожника, спросив «Кто спасет тебя от меня сейчас?». Видите, что значит обладать верой, которая отражается на твоих поступках? Ведь если Аллах с тобой, разве можно бояться кого-либо? Вот они прячутся в пещере Саур. Субханаллах. Если кто-нибудь из врагов посмотрит себе под ноги, то обязательно увидит их. Они взобрались наверх. Это невероятно. Если кто-либо из вас бывал в пещере Саур, путь наверх в этой пещере занимает два часа, верно? Посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, взобрался по этой пещере в попытке спасти свою жизнь. Но обратите внимание на тех, кто преследовал его, они также взбирались два часа, то и более, обыскав где только можно. И оставалась лишь эта маленькая пещера, которую они еще не осмотрели. То есть было бы глупо не проверить и эту пещеру, учитывая проделанный двухчасовой путь. И вот они стоят у пещеры, и только их взгляд наверх отделяет их от своей цели. Абубакр стал сильно переживать, что если они причинят зло посланнику Аллаха, алейиссаляту вассалям. И тогда пророк, саллиллаху алейиссалям, обратился к нему. Не печалься, ибо Аллах с нами. Чего ты опасаешься у Абубакр? Аллах с нами. Это демонстрирует силу веры и убежденности в том, что если Аллах с нами, нам нечего бояться. Разве нужно переживать в таком случае? Не страшно, если даже нас поймают. Субханаллах, Всевышний Аллах Святой Навелик спас их. Потому верьте в Аллаха Святой Навелик такой верой, чтобы сердце было свободно от страха, в котором подвержены люди. Что такая вера даст вам? Вы словно освободитесь от оков, в которые заковано все человечество. И вам более уже не страшно ничего. Вы станете подобны Юсуфу, алейиссалям, для которого заточение в темнице было любимее, чем свобода. Голод? Всевышний Аллах Святой Навелик накормит меня. Болезнь? Аллах Святой Навелик исцелит меня. Руководство? Аллах Святой Навелик укажет мне верный путь. Потому вера является условием для неспослания помощи от Аллаха Святой Навелик. Второе условие. Твердо стоять на истине. Пока ты крепко держишься за истину, Аллах Святой Навелик будет твоим помощником. До тех пор, пока вы следуете истине и сохраняете уверенность во Всевышнем Аллахе Святой Навелик, его помощь будет с вами. Как многочисленные истории, в которых мы узнаем, как Всевышний Аллах Святой Навелик помогает своим верующим рабам. Будьте помощниками в религии Аллаха Святой Навелик, служите религии Аллаха Святой Навелик, и Аллах окажет вам поддержку. Третье условие. Единство. Однажды правитель одного из городов Персии заперся в башне, пытаясь скрыться от мусульман, захвативших эту местность. Окружив его, они ждали, когда правитель сдастся. Он же обратился к ним. Что вам нужно от меня, мусульмане? В моем колчане сто стрел, разве стоит один человек ста других? Затем заявил, я сдамся, если вы отведете меня к Умару ибн Аль-Хаттабу. Когда же мусульмане согласились, он оставил свой лук со стрелами и вышел к ним. Они проделали длинный путь в Медину, чтобы отвезти его вместе с делегацией к Умару ибн Аль-Хаттабу. По прибытию в город, его переодели в привычную для персов одежду, нарядную, присущую традициям правителей Персии, и отвели к Умару ибн Аль-Хаттабу. Когда они пришли в мечеть, его там не оказалось. К ним подбежали дети, играющие неподалеку, и спросили, вы ищете повелителя правоверных? Им ответили, да, он спит позади мечети на своей накидке. Когда они нашли Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, то увидели его спящим на своей сложенной одежде. Не желая будить халифа, они говорили тихо, и тогда Перс спросил, где Умар? Это и есть Умар? Где же его стражи? Вы, люди, покорившие Персию, где же стражи? Где же царский двор? Где же ваши писцы? От разговоров Умар проснулся и спросил, ты ли правитель тех мест? Тот ответил, да. И тогда Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, расскажи, что привело тебя сюда. Правитель Персии сказал ей, послушайте внимательно. Раньше мы воевали против тебя. Не было Аллаха ни на вашей, ни на нашей стороне. Не было поддержки Аллаха Свят Он и Велик ни для вас, ни для нас, поскольку и вы поступали несправедливо, и мы во времена невежества до прихода ислама. Можно сказать, мы одолели вас в той войне. Однако теперь, когда вы являетесь мусульманами, Аллах Свят Он и Велик на вашей стороне. Помощь Аллаха у вас, а мы же остались ни с чем. И это наше поражение. Не благодаря вашим войскам вы одержали победу, а потому лишь, что Аллах Свят Он и Велик с вами. Тогда Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, и еще потому, что мы едины. Единство – в этом и заключается помощь от Всевышнего Аллаха. Секрет успеха и поддержки от Аллаха Свят Он и Велик в том, чтобы сохранять единство. Всевышний Аллах сказал, подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, и не спорьте, иначе вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы. Поистине, Аллах с терпеливыми. Таким образом, третий принцип после веры и стойкости на прямом пути – это единство. Четвертый пункт. Подготовка и должная осмотрительность. Предыдущие поколения мусульман не одерживали победу по чистой случайности. Они основательно готовились к каждому бою. Если вы посмотрите на истории ранних мусульман, многие тогда были хафизами Корана. Как-то я слышал лекцию одного из братьев, он рассказывал, как один из правителей Магриба, это часть Марокко, захотел женить своего сына. Однако хотел убедиться в том, что для его сына найдется подходящая партия. Тогда он приказал объявить, чтобы в тех домах, где живут дочери Хафиза, выучившие Коран наизусть, пусть оставят на окне свечу. Так он бы смог найти подходящую пару своему сыну. Однако в ту ночь весь город зажег свечи у окон домов, потому как в каждом доме была дочь, знавшая Коран наизусть. Удивившись, он подумал, аль-хамду лилля, однако моему делу это не помогло. Тогда правитель решил объявить, чтобы те, в чьих домах живет девушка, знающая не только Коран, но и сборники хадисов, оставили свечу у окна. Несмотря на то, что количество свеч уже стало меньше, тем не менее практически в каждом доме стояли свечи. Было время, когда мы были сильны в знаниях. Посланник Аллаха, алей-иссаляту ассалям, отправлял некоторых своих сподвижников изучать иврит среди евреев. И когда те возвращались, то говорили, «О, посланник Аллаха, мы можем писать и говорить лучше, чем сами евреи». В знании сила, о, дорогие братья и сестры. Будьте подкованы в знаниях. Это особенно важно понимать молодым. Итак, четвертый принцип – подготовленность и предусмотрительность. И пятое – терпение. Посмотрел как-то ролик про одного студента, изучавшего хадисы. Наука о хадисах сложна, необходимо изучать очень много информации. Попробовав какое-то время, он решил, что все, слишком уж непосильная для него цель. Когда он уже собрал вещи и был в пути домой, то увидел по дороге ручей, из которого вода капала на скалу. Он рассказывает, «В то мгновение я подумал про себя. Вода такая мягкая, а камень такой твердый. И все же вода смогла пробить твердую поверхность камня. Знание – та же мягкость воды, но мое сердце не настолько твердое, как этот камень, и если я сумею проявить стойкость, то, возможно, эта вода проникнет в мое сердце». И так со временем этот человек стал одним из виднейших авторитетов в области изучения хадисов. Терпение. Смысл в том, чтобы не ожидать значительных изменений за одну ночь. Вы открываете книгу и уже думаете, что выучили ее. Имейте терпение и будьте стойкими. В то же время осознавайте, если путь ведет не туда. Чтобы продолжать идти вперед, необходимо запастись терпением и настойчивостью. Особенно это важно в дауате. Дауа – это проявление терпения. Истина не одерживает победу над заблуждением в одночасье. Это постоянная борьба. Истинная покорность Аллаху – ключ от всех дверей. И будьте стойкими на этом пути. Делайте понемногу, но будьте последовательны. Мы просим Всевышнего Аллаха, Свят Он и Велик, благословить нас.